Баба Яга и Кащеев Смертный собрали несколько мухоморов. Количество крапинок на мухоморах, собранных Бабой Ягой, в 13 раз больше, чем на мухоморах, собранных Кащеев. После того, как Баба Яга отдала Кащееву свой мухомор, с наименьшим количеством крапин, на ее мухоморах стало крапинок только в 8 раз больше, чем у Кащеев. Докажите, что в начале у Бабы Яги было не больше, чем 23 мухомора. Ну, имеется в виду, конечно, что на каждом мухоморе хотя бы одна крапина должна быть. Задача тяжелая. Тяжелая своей странной формулировкой. То есть это скорее не математика, а задача о том, как перевести с обычного русского языка на математический. Как только вы там какие-то формулы запишите, у вас все получится. Вопрос, что именно писать. Повторю условия. Баба Яга и Кащеев собрали мухоморы. Крапинок у Бабы Яги в 13 раз больше, чем у Кащеев. Но после того, как Баба Яга отдала Кащею свой мухомор с наименьшим числом крапинок, на ее мухоморах стало крапинок лишь в 8 раз больше, чем у Кащея. Докажите, что в начале у Бабы Яги не могло быть больше, чем 23 мухомора. Значит, х количество крапинок у Кащея до передачи. Тогда на всех мухоморах вместе у Кащея х, а у нее 13 х. 13. Хорошо. Пусть количество крапинок на мухоморе готовит литана у, тогда у Кащея станет х плюс ик. У Бабы Яги станет 13 х минус ик. Да. Есть сравнение, то есть, приносит 8 на другую часть, получается 5 х. Да. 5 х. Икс, это 9 у. Это 9 у, отлично. Х делится на 9, а у делится на 5. Согласен. Дальше. Мы напишем, пусть у Бабы Яги было больше, чем 23 грибата. Или равном. Да. Тогда количество крапинок у Бабы Яги не меньше, чем 23 х на икс. Ну да, даже больше. Если грибок больше, то количество крапинок больше. Только не это, не 8 х плюс у, а количество крапинок у нее это 13 х. Отлично. Вот так и пиши. 23 у будет меньше, чем 13 х. Господа, все помнят, 13 х – это количество крапинок в начальный момент у Бабы Яги. Если грибов было больше, чем 23, то есть, на самом деле, можно было даже написать 24 у меньше или равно. Потому что количество грибов целое. Может, так и сделаем? 24 у меньше или равно. Не меньше, а меньше или равно. Вдруг везде одинаково. Да, отлично. Дальше что? Ну, теперь, очевидно, надо обе части умножить на 5. Здесь будет 120. Да. 120 у меньше или равно. Нет, нет. 5 х – это вообще-то 9 у. Чем 13 умножить на 9 у. 13 умножить на 9 – это сколько? 117. Пиши. Равно. 117 умножить на у. Что меньше? Да, так не бывает, ребят. 120 у меньше или равно, чем 117. А вот в нашем количестве крапинок у Кащея, которое было до передачи гриба х, тогда у Бабы Яги будет 13 х. Пусть у – количество крапинок на передовом глухоморе. Тогда есть такое уравнение. Из-за того, что это получается из-за второго условия, это просто из-за количества крапинок, которых надо вычислить. Решая уравнение, получается украшение на х и грибок. Ну, скорее, не решая, преобразуя. Преобразуя. Да. Пусть у Бабы Яги было больше, чем 23 гриба. На каждом из грибок хотя бы приобрет крапинок. Отсюда такое сравнение. Не сравнение все-таки, неравенство. Отсюда такое неравенство. Да. Домножим обе части на 5 и заменим 5х на 9у. Получается по целоречиям. А может быть 23 гриба. Но нужно просто привести пример. Если не может, нужно, соответственно, доказывать, что не может. Разберемся? Построим пример для 23. Пусть х равно 9, у равно 5. Пиши уже. Пиши уже. Х равно 9. Чему равно 12х? 117. Нет. Мне очень интересно, что такое х. Ну, как такое вообще возможно? У – это 5 крапинок. 5 крапинок. А х – это количество крапинок у Кащея. У Кащея. У Кащея нет никакого ограничения. Хорошо. Нет, есть ограничения. Ограничения в том, что когда 13 умножаешь на 9, получается 117. Да. И как же они распределены по грибам? Например, 21 гриб по 5 крапинкам и 2 гриба по 6 крапинкам. Вот так и пиши. 21 умножить на 5 плюс 2 умножить на 6 равно 117. Тогда всего 23 гриба. Отлично. А у Кащея как было? У Кащея – это не важно. Ничего себе не важно. Грибы собирал, старался, ему говорят, что не важно. Три гриба по 3 крапинки. Нормально. Или один гриб – 9 крапинок. Замечательно. Да. Теперь передаем один гриб сюда. Нет, нет, ну дальше понятно. Уравнение-то мы без ошибки составляли. Дальше уже можно не говорить. Ну да, дальше все очевидно считается. Да. Передали 5, у него стало 14, там 112. Дальше берется на 8, и у нас получается 14. Отлично. 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 Отлично.